Порой словесные перепалки автолюбителей на дорогах перерастают в драку. Причем это касается не только мужчин, но и женщин. К сожалению, нервное напряжение, раздражительность, агрессия – это бич современного мира и самая настоящая беда. Не уступил дорогу, в ход идут сначала брань, а потом и кулаки. И самое ужасное, что водитель, который полез в драку, до последнего считает себя правым. Думает, что таким поведением показывает свое превосходство. Были и случаи причинения серьезных увечий. Пару лет назад был подобный случай. Две девушки в московском районе города Рязани не поделили парковочное место. И одна другой нанесла тяжкое увечье. То есть у девушки было обезображено лицо. Такой вот факт. Две автоледи не поделили парковку. В Рязани таких случаев зарегистрировано немного. Но, увы, это не потому, что побоище на дорогах у нас редкость. Просто довольно часто пострадавший никуда не обращается, не пишет заявление. И тому, кто завязал драку, все сходит с рук. А безнаказанность позволяет и дальше распускать кулаки. В таких случаях я бы посоветовала не отвечать на агрессию. Ну, либо заблокироваться в автомобиле. То есть избежать вообще прямого контакта с агрессивным человеком. И незамедлительно вызвать сотрудников полиции. В прошлом месяце в соцсети «Контакт» появилось видео о том, как на площади Победы в Рязани двое водителей подрались на проезжей части. В результате один из них ударил второго ножом. Буквально месяц назад такой случай имел место конфликт между водителем маршрутки и водителем такси. Там имело место ножевое ранение. Несерьезное, незначительное. Тем не менее, сам факт конфликта и расследование по данному факту проводилось. И также подозреваемый был задержан. Стоит отметить, что не нужно легкомысленно относиться к подобным ситуациям. Даже несмотря на стресс, усталость, плохое настроение и жизненные неурядицы, пожалуйста, оставайтесь людьми. Не нужно махать кулаками, доказывая свою правоту. В них правды нет. Царапины на машине можно закрасить. Гораздо хуже, когда они на теле.